Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о представлениях о природных силах в «Толковом словаре живого великорусского языка», составленном Владимиром Ивановичем Далем. «Толковый словарь живого великорусского языка» вышел в 1863-1866 годах. На составление его у Даля ушло 50 лет. Это была колоссальная работа. Надо сказать, что словарь живого великорусского языка включал в себя как те слова, которые нашли свое место в высокой литературе, так и многочисленные диалектизмы. К тому же нужно отметить, что огромный пласт языка охвачен в этом словаре. Здесь имеется в виду и слова, которые использовались еще в языческой Руси, и слова, которые возникли в языке в период христианства, и те слова, которые появились в XVIII, начале XIX века, то есть уже после Петровских реформ, которые были привнесены из других языков в связи с появлением, в общем-то, научного мышления, научного знания. И это все представляет собой вот такой кладезь знаний, в какой-то мере можно назвать Библии русского языка, знаменитый Далевский словарь. Надо отметить, что составление подобного словаря являлось велением времени. Именно в XIX веке, скажем, мы видим, что многие народы обращаются к своим истокам, составляются сборники пословиц и поговорок, народный эпос, а также включают в себя сказки, загадки и другие произведения народного фольклора. Вот как раз у Владимира Даля мы видим, что он проделал вот эту колоссальную работу, и, безусловно, важнейшим, так сказать, аспектом его работы являлась проблема отражения природных сил в словаре, в сборнике пословиц и поговорки, в сказках и в других произведениях Владимира Даля. Этот процесс шел параллельно с глубокими исследованиями как раз воззрений на природу. Взять хотя бы известный труд Афанасьева, который был посвящен поэтическим воззрениям славян на природу. Итак, если мы посмотрим, в общем-то, исходные моменты, которые существуют в словаре по отношению к природным силам, то сразу вспоминается известная фраза, которая указана в словаре Даля. Огонь – царь, вода – царица, земля – матушка, дождь – кормилец, солнце – князь, луна – княжна. То есть, вот в этой фразе выстроена определенная иерархия природных сил, которые имеют очень большое значение для формирования мировоззрения русского народа. Рассмотрим некоторые из этих природных сил, как они, собственно говоря, представлены в словаре Даля. Я уже говорил о том, что этот словарь включает в себя как элементы древнего славянского язычества, так и христианский период истории. Все это объединяется вот в таком едином синтезе, который связан с тем, что в различные периоды истории изменялось понимание тех или иных слов, но основной стержень понимания оставался, собственно говоря, один и тот же. Согласно, в общем-то, словарю Даля, как и греческой натурфилософии, мир состоит из четырех основных элементов. Эти четыре элемента составляют земля, вода, воздух и огонь. И вот как раз у Даля излагается вот понимание вот этих четырех первоэлементов. Ну, начнем с такого первого элемента, как земля. Земля. Значит, земля рассматривалась у древних славян с одной стороны, как мать-земля, земля-кормилица, а с другой стороны, земля рассматривалась как мать-сыра-земля, то есть последняя обитель человека, это могила. И вот, собственно говоря, в словаре Даля мы видим, что, с одной стороны, земля выступает в качестве символа жизни, символа жизни, и в словаре так и говорится, не дружи с огнем и не дружи с водой, а дружи с землей. Причем показывается, что земля является очень мощной природной силой, в частности, в таком выражении, огонь силен, вода сильнее огня, земля сильнее воды, человек сильнее земли. Как бы подчеркивается, вот эта сопричастность человека к земле. Земля – это, с одной стороны, и праг земной, и плоть земная, но, с другой стороны, в земле содержится очень важно то, без чего не может жить человек. Человек – земной житель, как подчеркивается в словаре Даля. И вот мы видим, что вот эта амбивалентность понимания земли, она свойственна была древним восточным славянам. И она, по сути дела, очень хорошо, вот эта амбивалентность понимания чувствуется в русской литературе, потому что, с одной стороны, воспеваются вот эти силы земли, которые создают изобилие. Вот то, что растает различные деревья, цветы, трава – это все дары земли. И, с другой стороны, земля рассматривается, как последняя обитель человека. Причем подчеркивается о том, что земля – это нечто родное, без чего человек не может жить. Одно из высказываний, которое приведено в словаре Даля – «С родной земли умри, не сходи». Родная земля – это место, где родился человек, где он живет, и место, где похоронены его родители, деды, прадеды. То есть, вся жизнь человека, она связана именно с родной землей. И нужно сказать, что Даль как раз подчеркивает, что вот эта связь человека с землей, преданность родной земле, является очень важной не только, допустим, в плане земли как природы, а и в плане преданности родной земли. Земле в том плане, когда на нее нападают какие-то чужестранцы, какие-то, в общем-то, силы, которые грозят ее погубить. То есть, Даль связывает вот эту преданность родной земле с патриотизмом, вот этим высоким моральным качеством русского человека. В то же время, Даль подчеркивает значение земли как вот такого смыслового начала культуры. Если мы берем общество, в котором жил Даль, то это общество еще аграрного типа. И когда мы говорим о культуре, то в слове культура в первую очередь, в слове культура в первую очередь содержался смысл агрикультуры. Агрос – это земля. Значит, культура возделывания земли. И вот в словаре как раз уделяется большое внимание вот этому возделыванию земли, вот этим глубинным смыслом, которое заключается в том, что земледелец, землепашец, он постоянно возделывает свой участок, он получает с этого участка урожай, но с другой стороны, в словаре Даля подчеркнуто, не земля родит, а небо. Это тоже имеет очень большой смысл, поскольку в данном случае мы видим сочетание вот этих двух природных начал. С одной стороны, это земля матушка, а с другой стороны, небо – это отец. Земля матушка – это материнское, женское, материальное, плотское начало. Небо – это отцовское, духовное начало. И между этими, собственно, силами существует сакральный брак земли и неба. Вот это, на этом были, строились, в общем-то, древние представления славян-язычества, языческие представления славян. Вот этот культ неба и земли – один из древнейших культов, который полностью отражен в словаре Даля. И поэтому, как раз, с одной стороны, это бракосочетание неба и земли, а с другой стороны, это определенное противоречие, которое существует между небесным, вечным и земным, которое обречено, собственно говоря, на смерть. И вот тут как раз Даль указывает на вот этот процесс круговорота природных сил. Круговорота природных сил. То есть там, где земля, там и трава. То есть все оборачивается снова, жизнь продолжается там, где живое превращается в прах, но на этом месте снова зацветают цветы. Это очень важный момент, который, в общем-то, свидетельствует о вот таких представлениях древних славян еще языческого времени, которые не боялись смерти, но которые видели, что в каждом жизненном круге продолжение, собственно говоря, жизни. То есть от дедов, родителей, все переходит к детям, и это имело очень большое значение. Кроме того, в отношении земли у Даля упоминается и вот те отношения, которые существовали в эпоху современной ему, потому что там перечисляются различные формы отношений землевладения, землепользования. По словарю можно увидеть все особенности этих отношений. И, допустим, земля как объект купли-продажи, и земля, которая плодородная, и земля в то же время, допустим, зачастую, которая и не приносит особых плодов. Вот это очень важно для понимания значения вот этого важного первоэлемента. Другой важный первоэлемент – это вода. Вода – это, собственно говоря, то, что не имеет формы, то, что приобретает форму под воздействием других сил, то есть под воздействием огня, воздействием ветра и так далее. Но вода – это самое древнее первоначало. Не зря вот в языческое время самыми древними богами являлись божества воды. И творению мира предшествовал, собственно говоря, первый океан, из которого все и появилось в результате, собственно говоря, структурирования мира языческими божествами. Поэтому у Даля очень большое внимание уделено и этой стихии. Третья стихия – это воздух. Воздух, то есть слово воздух, уже само его происхождение, оно связано с духовным началом. То есть воздух, он невидим, невидим, потому что есть духовный мир, который, в общем-то, связан с невидимыми существами, которые есть в этом мире. И как раз Даль подчеркивает, например, такую стихию, как ветер. Надо сказать, что в эпоху славянского язычества люди могли вступить в диалог с этими природными силами. Они обращались к земле, к воде, к воздуху, к ветру. Ветер, который олицетворяет непостоянство, олицетворяет изменчивость. И в то же время эта великая сила, которая управляет водой, у Даля перечисляется множество названий ветра. Ветер сравнивается с кочевыми племенами, которые в свое время досаждали очень серьезно славянам-земледельцам. Ветер – это сила, которая охватывает весь мир, которая является очень мощной силой по своему характеру. Буквально несколько слов я хочу сказать еще об огненной стихии. Огненная стихия – это, собственно говоря, четвертый элемент. Четвертый элемент. Огонь означает не только, собственно говоря, огонь как природную силу, а как активную силу. Поэтому есть огненные глаза человека, огненный нрав. Огонь – это активность, это постоянное движение. И у Даля как раз очень много в словаре уделяется внимания тем силам, которые связаны с этой активностью. То есть силе солнца, силе света. Это все тоже исключительно важно. Таким образом, мы видим, что в словаре Даля присутствуют все четыре элемента, которые еще, собственно говоря, были открыты греческими философами. Но в отличие от греческих философов, здесь у Даля все это пропитано древнейшей мифологией славян. Это мифологическое мышление, которое имеет очень большое значение для формирования великой русской культуры. Даль как раз живет в тот период, когда происходят очень глобальные изменения в мышлении. Мы видим, что великая русская поэзия, которая как раз обращается и к земле, и к огню, и к ветру, и к воде, она проявляет себя уже в новых формах. Даль в своем словаре дает возможность дальнейшего развития русской литературы, дальнейшего развития русского слова, которое приобретает мировой характер уже во второй половине 20 века. То, что сделал Даль, это великое, собственно говоря, достижение русской культуры, это та основа, на которой зиждется вся великая русская литература. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова